Приветствую вас, зрители моего канала! Если вы любите новости о Доме-2, не забудьте подписаться, чтобы всегда быть в курсе свежих и актуальных новостей. Женя Ромашов и Кристина Бухенбалты снова вместе. Никита Рудаков и Алина Галимова покинули телестройку. Пара уехала к родне в гости и рассчитывала вернуться, но потом узнала, что их даже не включили в список участников Человек-года. А вот Женя Ромашов и Кристина попали в список и на проект. Пара воссоединилась на поляне, заселилась в отдельную комнату и планирует радовать поклонников новыми отношениями. К сожалению, на острове девушка уже показывала свою склонность вовсе не к красивым отношениям, а к потасовкам. Она дралась и с конкурентками, и самим Ромашовым объясняла это тем, что Женя то затрагивала ее родителей, то что-то говорил не так. К тому же вокруг него постоянно кружила толпа одиноких девушек, которых парень поощрял. Почему Кристина решила, что на телестройке все будет иначе? Женя переписывался с одиночками с поляны еще во время своего нахождения на островах. Сейчас женская спальня переполнена одинокими красотками, для которых Ромашову будет как находка. Тем более, что Женя уже пробовал жить на поляне с Юлей Белой и попытка потерпела крах. Милена Безбородова вернулась на проект. Очередной скандал между ней и Безусом привел к тому, что девушка сбежала с поляны, умудрившись при этом сломать забор и напугать сотрудников службы безопасности. Еще несколько дней после этого Безбородова писала гневные посты и насылала страшные проклятия на Безуса, который якобы ее вновь предал. Но настоящая драма случилась в тот момент, когда Милена приняла окончательное решение покинуть съемочную площадку и вернулась в периметр за своими вещами. Не удалось с бывшим возлюбленным нормально пообщаться, особенно после того, как Милена узнала, что ее жених уже ищет ей замену, вовсю флиртует с новыми участницами. А если верить слухам, то частенько покидает съемочную площадку, чтобы развлечься с безотказными подружками. Безбородова настолько была злой, что даже пригрозила сжечь машину Алексея, в которой он якобы волшебничает с девушками легкого поведения. В эфир еще не вышли столь незабываемые кадры, но позавчера на проекте в реальном времени проходили съемки Хэллоуина, где была замечена Милена Безбородова в маскарадном костюме и устрашающем гриме. Многие пришли к выводу, что девушка все же не решилась покинуть место, за которое так отчаянно держится Алексей, да его самого она также бросить пока не может. Татьяна Светлова с помощью зрителей пытается вернуть Александру Черно. Вот уже несколько дней Саша с супругом и грудным сыном не находятся на съемочной площадке. Крупная участница жутко обиделась на редакторов за то, что ее пытаются очернить в глазах общественности, да еще делают это во время конкурса «Человек года», где именно она, по ее же мнению, должна победить. Поэтому Саша собрала свои вещи, обругала на прощание Ольгу Бузову, заявила всем остальным участникам, что нормальной семьи этот проект уже покинули и гордо отправилась к воротам, обещая внимательно следить за эфирами. Черно изначально никого не винила, говоря о том, что она и Иосиф просто переросли Дом-2, поэтому должны идти дальше. Сейчас же, когда она видит все, что происходило на съемочной площадке. А вот зрители с каждым днем лишь убеждаются в том, что именно Александра Черно спровоцировала конфликт с Ольгой Рапунцель, и только ей он был выгоден. А все рассказы о том, что Саше интересно лишь ее семья и ребенок – одна сплошная ложь. Финал этой истории мы уже знаем, остается лишь дождаться подробностей, которые обещают быть весьма горячими. Сама Оля Рапунцель уверена, что Саша просто шантажирует организаторов своим уходом, а также пытается выторговать себе победу в Человек-года. И с Рапунцель многие согласны. В сети даже появились слухи, что супруги Аганесян всего лишь взяли недельный отпуск, который отыграли по всем правилам реалити. И пока Александра шлет проклятие в адрес выпускающих редакторов, которые старательно скрывают ото всех, какая она добрая и ранимая, Татьяна Светлова предпринимает попытки вернуть девушку, для чего организовала среди поклонников телестройки Флэшмоб. Аганесяны, вернитесь! Поможет ли подобная мера продюсерам шоу? Узнаем очень скоро. Сама Саша пока никак не прокомментировала старания своей кумы, но уже известно, что 26 октября у Саши должна состояться встреча с генеральными продюсерами, где и решится ее дальнейшая судьба. Валера Блюменкранц вчерашней ночью изменил Анне Левченко. Анне переживает за малыша. Беременная девушка провела бессонную ночь, переживая и волнуюсь. Ее муж не пришел ночевать и не отвечал на звонки. Как выяснилось, бывшие участники Левченко и Блюменкранц после того, как разругались и расстались, все-таки решили возобновить отношения. Валера и Аня решили дать себе последний шанс сохранить семью. Они помирились, а на следующий день Блюм отправился с друзьями в караоке и прогулял там до с самого утра. Звонки и смс от беременной жены Валера игнорировал. Аня Левченко ждала Валеру всю ночь, переживая, что звонки без ответа. Уже в 4 часа утра Аня зашла на страницу мужа в соцсетях и узнала, что Валера подписался на какую-то девицу и лайкает ее фото. Расстроенная Левченко спрашивает мужа, почему он не отвечает на ее звонки и почему Валера подписывается на девушку из Питера. В ответ Блюм ответил, что это вышло случайно. Потом он пропал вообще из сети. Уверенная, что Блюминкранц ей изменяет, Левченко пытается связаться с этой девицей. Только не получилось. Та заблокировала Аню в 5 утра. В итоге Аня всю ночь переживала, ждала Блюминкранца. На нервной почве у нее онемели конечности. Появились опасения за ребенка. Молодая женщина боится, что может потерять малыша. Валера, несмотря на уговоры жены, в сети так и не появился и домой после очередного загула не пришел. Левченко жалеет, что не слушала до замужества тех, кто рассказывал ей про кутежи и загула Блюма, кто убеждал ее, что Блюминкранц никогда не исправится. Вот и распалась семья, которую только-только построили. Кстати, бывшая супруга Валеры, Тата Блюминкранц, только подлила масло в огонь. В последнее время у Блюминкранца наладились отношения с его бывшей женой. Тата и Валера не просто неплохо общаются, но и выходят вместе в прямые эфиры. При этом сама Абрамсон ведет себя так, будто бы не против вернуть бывшего мужа. Тату обвиняют в попытке троллить, не пустившую ее и Бетти на свадьбу Левченко. После прямого эфира девушку завалили сообщениями о том, насколько безжалостно она ведет себя по отношению к Ане. Многие подписчики обвинили Тату в том, что она даже не считается с интересным положением Ани. Стало известно, какой эпизод про Рапунцель вырезали из эфира. После того, как Саша и Йоси ушли с проекта из-за подставы организаторов и неадекватности семьи Дмитренко, Аганесян рассказал о том, как же серьезно поработали монтажеры над будущим эфиром, чтобы выставить их в невыгодном свете, а Рапунцелей вновь превознести. Семья Ольги Рапунцель рассчитывает забрать от проекта все, и поэтому они очень хотят и в этом году победить в конкурсе «Человек года». Для достижения поставленной цели парочка готова на многое, а организаторы им в этом только потакают. Последнее время Иосифа Аганесяна стараются в эфирах выставить как никудышнего отца, возвышая при этом Дмитрия Дмитренко. Хотя всем понятно, что Йоси большой молодец и прекрасно справляется со своими обязанностями отца. По словам Аганесяна, из эфира выразили фрагмент, на котором ведущая Ольга Орлова пошла с проверкой в комнату Дмитренко, и то, что она увидела, в эфир пропустить никак не могли. Пока Дима спал в детской кроватке, Василиса вовсю прыгала в комнате в полной темноте, без присмотра родителей. Саша Спилберг подписала контракт с проектом. К сети появились новости, что на поляне побывала Саша Спилберг, которая уже пробовала себя в роли ведущей. Девушка якобы подписала контракт и заменит сразу тройку ведущих, которые нравятся зрителям, но, видимо, считаются слишком возрастными. Судя по всему, на Спилберг очень рассчитывают, чтобы она привлекла молодежь к экранам. Пока что стороны обсуждают сумму гонораров, но предварительный контракт уже подписан. Вряд ли эта новость обрадует поклонников Влада Кадони, Андрея Черкасова или Ольги Орловой, которых должны уволить. Хотя пользователи уверены, что прощаться лучше как раз с Ольгой Бузовой, которая все равно появляется на шоу редко и вообще не ориентируется в проблемах участников. Хейтеры недовольны такими переменами. Считают, что приглашение Спилберг говорит о том, что экономить будут и на гонорарах прорабов, хотя увольнение одной Бузовой или Бординой позволило бы сэкономить намного больше. Пока что зрители находятся в постоянном напряжении не столько из-за проблем участников, сколько из-за того, кто из ведущих останется, а кто уйдет. Стало известно, ради чего Купины вернулись на проект. Изначально, когда Сейшельский остров любви принято было решение закрыть, семья Купиных не планировала возвращаться на Московскую поляну. Выяснилось, что Майя и Леша все же останутся на проекте и даже примут участие в конкурсе. Поклонникам реалити-шоу стало интересно, ради чего они приняли такое решение. Какое такое интересное предложение им сделало руководство Дома-2? И это не участие в Человек-года. На самом деле, руководство предложило ребятам помочь с процедурой ЭКО, о которой Майя и Леша задумались очень серьезно уже некоторое время назад. Стоимость данного мероприятия не из дешевых, да и сразу может не получиться. Поэтому, получив столь выгодное предложение, пара решила остаться на проекте. Спасибо за просмотр! Рекомендую посмотреть и другие интересные ролики. Кликайте прямо сейчас, а также переходите на мой канал. До скорых встреч!